Александра Василенко, спецпредставитель Министерства иностранных дел Украины по вопросам санкционной политики, присоединяется к нам в эфире. Александра, здравствуйте. Доброе утро. Давайте начнем с того, как Россия все-таки пережила этот подсанкционный год, как выдержала ее экономика, и почему не рухнула так стремительно, как некоторые эксперты это предрекали. Ну, во-первых, потому что санкции это системный и длительный подход. Они имеют накопительный эффект. И даже если мы не видим стремительного падения экономики, падение экономики происходит в Российской Федерации. Сейчас ее экономика больше похожа на Иран или Венесуэлу, чем на сильную страну G20, которой она, в принципе, до сих пор является, по крайней мере, она входит в G20. То есть мы видим, что на сегодняшний день практически 50% банков Российской Федерации отключено от системы SWIFT. Это привело к падению рубля, и это привело к резкому оттоку капитала из Российской Федерации. Несмотря на то, что Россия пытается стабилизировать ситуацию, экономика ее продолжает деградировать. То есть мы ожидаем, что к 2026 году российский ВВП потеряет 190 миллиардов долларов по сравнению с довоенным периодом. И самым очевидным на сегодняшний день является спад промышленного производства. То, собственно, к чему мы и стремимся. Увеличение технологического разрыва Российской Федерации со всем остальным цивилизованным миром. То есть даже на сегодняшний день, если мы посмотрим, вот просто пример, на то, сколько Россия способна производить танков. На сегодня Россия требует производства танков приблизительно 150 машин в месяц. То есть производить она может около 13 и около 4 машин она может ремонтировать, поскольку есть всего лишь один завод у них, который это может делать. Плюс недостаток комплектующих, которые они не получают, невозможность распоряжаться своим капиталом, потому что у России они могут рассчитываться только в рублях, у них нет доступа к иностранной валюте. То есть точнее не то, чтобы совсем нет, но он очень ограничен. И мы опять же видим, как повлияло ограничение цены на сырую нефть. Плюс сейчас начинает развиваться процесс с ограничением цены на продукты нефтепереработки. Соответственно, бюджет Российской Федерации начинает страдать еще сильнее. То есть она в прошлом году потеряла 47 миллиардов долларов. Это был второй по величине дефицит в стране за все постсоветское время. И тем более, что самое печальное сейчас для Российской Федерации, происходит стремительный отток большого количества образованных россиян, которые еще больше приводят к тому, что экономическая способность Российской Федерации падает и снижается. Но тем не менее мы сможем увидеть результат во времени. То есть это более такой растянутый накопительный эффект. Вы сказали о том, что вот эти 47 миллиардов долларов дефицита бюджета – это второй такой дефицит в России за постсоветское время. А напомните первый, когда был и что это были за обстоятельства? На самом деле первый дефицит бюджета случился сразу после развала Советского Союза, когда Российская Федерация, собственно, стала существовать как государство. То есть это была огромная девальвация национальной валюты, это были проблемы. То есть это начало периода приватизации в России. То есть вот этот период времени между развалом и началом стремительного роста, то есть формированием русских олигархов – это 90-е годы. Минфин Российской Федерации вот заявил, что за январь-февраль 2023 года нефтегазовые доходы упали на 46%. Это 947 миллиардов рублей. Мы так понимаем, что это санкции в действии. Как дальше будут развиваться события, история, связанная с нефтегазовыми доходами Российской Федерации? Какие дальше будет нести потери Россия? Ну, вы видите, что прайс-кэп, то есть потолок цены, установленный на сырую нефть, он действительно привел к тому, что цена на баррель сырую нефти опустилась на рынки. И несмотря на то, что все очень сильно переживали, что вот сейчас будут покупать российскую нефть Россия, и Китай, и Индия, они действительно продолжают покупку этой нефти, но они не покупают ее по высокой цене. То есть они еще больше демпингуют эту цену дальше. Во-первых, механизм потолка будет пересмотрен. То есть мы в прошлом году увидели первую цену, то есть это 60 долларов за баррель, установленную всеми странами санкционной коалиции. Мы увидели, как отреагировал рынок. Рынок не упал, большого дефицита не случилось, в принципе, и не произошло, как мы ожидали. Да, было небольшое влияние со стороны стран ОПЕК, которые попытались на сегодняшний день ограничить добычу для того, чтобы поднять цену за баррель. Но, тем не менее, там работа также ведется очень системно. Теперь начинается регулирование цен на продукты нефтепереработки Российской Федерации. Сейчас начинается обсуждение потолка цены на газ. То есть будет вестись планомерная работа для того, чтобы Россия максимально теряла прибыль от своего нефтегазового сектора. И также мы рассматриваем системный подход ко всему энергетическому сектору, который включает не только нефтегаз, но и также производство атомной электроэнергии. Вы знаете, Путин, ну еще начиная с 2014 года, он регулярно говорит о том, что санкции на Россию вообще не влияют. И вот последняя его длинная речь на обращение к Федеральному собранию Российской Федерации тоже едва ли не половина речи была посвящена тому, как прекрасно, здорово живется в России и как ошиблись западные страны, что ввели Евросоюз в частности, что ввели санкции против России. Конечно, ты это слушаешь и удивляешься, потому что реальность совершенно понятного человека абсолютно другая, 300 миллиардов, даже если не говорить о введенных санкциях, вот уже конкретно о пакетах этих санкций, а замороженные активы в 300 миллиардов долларов за рубежом, четверть фонда национального благосостояния, которые уже раздеребанены и брошены на войну. А этот фонд составлял 12 триллионов рублей до полномасштабного вторжения России в Украину. Как долго еще Путин и же с ним они смогут рассказывать о том, что санкции никак не... Когда, вернее так, когда это будет явно настолько влияние санкций, что в эту ложь не будут верить даже самые заядлые Z-патриоты? Я думаю, что в эту ложь уже не верят даже самые заядлые Z-патриоты, потому что очень сложно жить в стране, в которой не возится ничего. То есть сейчас все, что въезжает в Российскую Федерацию, это так называемый параллельный импорт, который проходит через другие страны, те, которые пытаются помогать России с обходом ограничений. Это Грузия, Казахстан, это развитие коридора Север-Юг, то есть все те товары, которые едут из стран Ближнего Востока в Российскую Федерацию. Плюс, смотрите, что происходит. Русские, это стандартный нарратив российской пропаганды, что Россия является фортерс Раша, так называемый по-английски. То есть Россия — цитадель, ничего на нее не действует, только европейцы, бедные, несчастные, вот сейчас они замерзнут, умрут и приползут к нам на коленях. Во-первых, никто не замерз, не умер и не приполз на коленях за русским газом. Во-вторых, мы видим, что происходит системное ограничение российской экономики. Например, с 10 числа этого месяца американцы ввели торговые пошлины на российский алюминий в размере 200%. Это значит, что он не просто становится неконкурентным. Его даже ввести уже больше никуда не нужно. Можно оставлять и сюда, и с ним работать. Во-вторых, цены на продукты широкого использования, на продукты питания в России сейчас колоссальные. Я вам приведу пример, например, сметаны. К сожалению, Россия сама по себе не может производить сметану и йогурт, поскольку у них нет возможности внутри страны производить закваску. А купить её они уже на сегодняшний день не могут. То есть проблема с кисломолочными продуктами, которые являются одним из ключевых корзин питания для них, она уже началась. Та же самая ждёт с другими товарами. Например, производство мяса, производство сырокопченных изделий. Я привожу примеры на продуктах, потому что это то, что влияет непосредственно на граждан Российской Федерации. Но также давайте не забывать ещё и об определённых ограничениях на лекарственные препараты. Да, нет запрета как такового на ввоз определённых лекарственных препаратов. Но, тем не менее, этот объём очень существенно снизился. Также, например, если мы говорим про сектор здравоохранения, прекратила Россия получать возможность использовать иностранные расходники. Хорошо на себе этот эффект также прочувствовали, например, стоматологи, люди, которые работают в реанимационных отделениях, там, где используется сложная медицинская техника. Например, такая штука, как аппарат ИВЛ. И это будет продолжаться. Естественно, попытки ввозить иностранного производства товары будут, они есть. Вы, если зайдёте в ЦУМ, даже сегодня, вы увидите, что полки прекрасно заполнены и новыми коллекциями, и Rolls-Royce там стоят, последние модели. Но это всё то, что введено в Россию незаконным путём. Это первое. Второе. Это совершенно другие цены. То есть уровень цены сейчас уже на 30-40% выше. А чем дальше, тем сильнее. Плюс не забываем про то, что, несмотря на все попытки Центробанка России укрепить рубль, это не срабатывает. То есть происходит ограничение товарной полки, выбора. И это ограничение уже не только касается товаров более высокого уровня потребления, такие middle-up и люксовый формат. Но это товары очень средние. И те, которые покупают себе каждой семье. Ну, сметану, в принципе, покупают все. И вы посмотрите, что сейчас происходит с российскими пенсионерами. У них и так были проблемы с получением пенсии. Сейчас, во-первых, происходят задержки, особенно в дотационных регионах. Сейчас уменьшаются социальные выплаты, уменьшается страхование. Уровень страхования ОСМ в России падает. Потому что не за что страховать. Плюс они еще в прошлом году сожгли 1 триллион рублей фактически из резервного фонда. В этом году эта цифра будет гораздо выше. Александр, давайте вернемся к санкциям. Вот каких еще ограничений не хватает со стороны западных партнеров, Европейского Союза, Америки, для того, чтобы российская экономика еще больше почувствовала на себе то, что наказание за ту войну, которую она развязала. Какие сектора должны еще быть затронуты, для того, чтобы не похоронить, но подтолкнуть к этому процессу российскую экономику? Похоронить, слово мне нравится больше гораздо. Смотрите, на самом деле, опять же, возвращаемся к нашим приоритетам. Они являются не только нашими приоритетами, но и приоритетами санкционной коалиции. Приоритет номер один – это остановить возможность Российской Федерации вести войну сейчас в Украине. И приоритет номер два – не дать Российской Федерации возможности начать новую войну в какое-либо ближайшее время. Соответственно, санкции – это системный подход. Они должны действовать и после завершения войны. И этот санкционный режим должен перейти плавно в специальный торговый режим Российской Федерации. Ну, например, тот торговый режим, который действует сейчас в Иране. Продовольствие в огне на нефть. Мы рассматриваем, для нас является приоритетами, это продолжение работы по регулированию цены на продукты нефтеказового сектора. Мы продолжаем работать с нашими партнерами для того, чтобы стоимость барреля сырой нефти российской была не выше 30 долларов за баррель. Это очень близкая цена к себестоимости. Дальше. Мы продолжаем также в этом секторе системно работать не только с прямыми компаниями, которые закупают сырую нефть, занимаются ее переработкой, или же закупают газ, ограничивая цену. Но также мы работаем с компаниями, которые обслуживают этот сектор. Для того, чтобы довести сырую нефть в танкере, вам необходимо получить страхование. И на сегодняшний день Российскую Федерацию не страхуют даже страны, которые являются партнерами Российской Федерации. Мы также стремимся к введению санкций в секторе атомной энергетики. Для нас ситуация с Росатомом — это, конечно же, прежде всего, очень острая ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, которую россияне пытаются присоединить к своей энергетической системе, тем самым нарушая любые протоколы ядерной безопасности. Но это и также необходимость ограничения возможности Российской Федерации закупать технологические решения через компании, входящие в структуру Росатома. Поскольку сейчас эта структура является очень разветвленной, и Российская Федерация закупает те самые компоненты, микрочипы, например, которые они используют в ракетах дальнего действия, в высокоточных ракетах, для связи со своей системой ГЛОНАСС. Мы пытаемся со всех сторон ограничить эту возможность. Поэтому, конечно же, вопрос ядерной энергетики для нас стоит на первом месте. И вы даже можете сейчас увидеть, что после недавней атаки вокруг Запорожской АЭС, то, что произошло буквально несколько дней назад, когда была выпущена 81 ракета на территорию Украины, это действие осудили даже МАГАТЭ, несмотря на то, что они до этого высказывали очень сдержанную позицию. Мы увидели, что президент МАГАТЭ, господин Гросси, сказал о том, что сейчас прямо на наших глазах разворачивается ядерная катастрофа, а мы просто ничего не делаем. Это уже очень серьезные сигналы. Естественно, мы продолжаем работать в сфере контроля над товарами двойного назначения. Это также вопрос IT-технологий, особенно облачных решений для того, чтобы ограничить возможность доступа Российской Федерации и конкретно ее военно-промышленного комплекса к облачным решениям, чтобы они имели тот самый технологический разрыв. Также мы фокусируемся на пропагандистах, которые, собственно, и продвигают эту пропаганду про крепость Российской Федерации, про то, что Российская война оправдана, и про то, что необходимо садиться, договариваться и отдавать нашу территорию. Пропаганда, может быть, если нам не кажется, что она прямо влияет на российскую экономику, но она очень сильно влияет на умы нашей политики. Вы абсолютно правы. Пропаганда – это тоже оружие, и оружие в руках диктатора – это смертельное оружие. Спасибо вам большое. Александр Василенко, спецпредставитель Министерства иностранных дел Украины по вопросам санкционной политики, говорили о тех санкциях, которые уже введены против России, и о перспективах, как разрушить российскую экономику и не дать ей возможность продолжать войну.